Всем привет! В этом году мы начали делать ремонт. Естественно, как жить без стиральной машинки, как жить без плиты. Долго думали, долго выбирали. Машинка выглядит вот так. Так как площадь у нас небольшая, ставить особую стиральную машинку некогда. Искала стиральную машинку малогабаритную, еще желательно с сушкой, чтобы не развешивать все это постельное белье, особенно по всей квартире, чтобы она не сушилась часами и днями. Посмотрела, что есть узкие стиральные машинки с сушкой у LG, у Samsung и появился такой китайский бренд как Medea. Так как у меня до этого была машинка LG, больше конечно склонялась к LG, потому что она известный бренд, я с ней знакома, есть нужные для меня функции. Но начала читать отзывы на LG. Не то, что очень много, а почти все жалуются, что она жутко воняет и воняет жутко на всю квартиру при сушке. Да, действительно нашла выставочный образец у одного из крупных продавцов бытовой техники. На витрине стояла именно модель с сушкой, я открыла ее, засунула голову и действительно какая-то жуткая вонь из барабана. Медею нет, я открыла, Медею не пахло. Единственное, что мы сделали, мы купили специальное средство, продается в МВидео, продается в Альдорадо для первого старта. Оно смывает масло, я так понимаю, наверное. В общем так и называется, для первого старта, для стиральных машин. Очень симпатичная. Единственное, что вот сама вот эта крышка, она конечно такая пластиковая, легкая, она не такая тяжелая, не так как у LG и Samsung. Во всем остальном она очень приятная, много очень сочетаний режимов. Что мы тут имеем? Мой режим полностью настраиваемый, вот здесь на сенсорном табло. Один час стирка, плюс сушка, синтетика, экспресс, экспресс, стандартная сушка, отжим, полоскание, отжим, хлопок, эко режим, детские вещи, деликатные, смешанные ткани, шерсть, спортивный одежда, джинсы. Дальше по функциям. Нажимаю кнопочку функция для выбора. Я вам скажу, что я сейчас пойду за инструкцией, чтобы все вам... Вот знаю только вот это, что вот это вот, мигающий утюжок, это означает сушка под утюг. Дальше легко регулируется, регулируется отжим до 1600 оборотов. Да, и еще главное, почему я выбрала именно Medea, потому что у нее загрузка, в отличие от LG, у которых 6 килограмм стирка и 4 килограмма сушка, Medea дает нам 8 килограмм стирки и 6 килограмм сушки. Давайте, у меня сейчас как раз видонок только что забрызгал все, что только можно, разбив тарелку с жирным. Сейчас будем тестить. А сейчас мы будем вот начать. У меня есть вот такая груша огромная, которая вся в жирных вот таких вот жирных пятнах. И какое-нибудь докидаю еще темное белье, да, и поставим это все на сушку. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok é Пускай будет 40 градусов. Пускай будет 40 градусов. Я считаю, что нужно побольше поставить наверное. 1600 оборотов. Ага... Вот где тут включается пушка. Наверное, вот эта сушка. Нет. Он не стоит, это мой режим на деликатный. Мне не удалось выставить. Сейчас я куплю сушка. Ничего никакая с меня сушка не загорается. И температура не показывается. Так. Что может у нас появиться, когда... Ага, у нас должна загореться вот такая вот штучка на стандартной сушке. Почему он у нас... Вот уже 1 час стирка плюс сушка у меня почему-то не загорается. Не показывается температура. Так. Интересно. Еще раз. Не знаю. Я пошла за инструкцию. Я взяла инструкцию. В инструкции написано очень хорошо. Сушка. Нажмите кнопку сушка несколько раз, чтобы выбрать необходимый режим обдува. Очень хорошо. Только... Здесь нет кнопки сушка. Есть стандартная сушка, но это отдельная функция, которая идет без стирки. Ух, Ух. Какого цвета? Ух, Ух, Ух! Ух, 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 Уху! Итак, методом научного тыка Для того, чтобы выбрать сушку и уровень ее интенсивности Нужно нажать кнопочку полоскание и отжим Никакой функции сушка здесь нет Полоскание и отжим Аллилуйя! Значит, возвращаемся Ставим смешанные ткани 40 градусов Отжим 1600 оборотов Сушка Выбираем не минус Наверное Среднюю я поставлю сушку Ну-ка, если мы так Наверное, у нас две вещи 4,20 лёгкая сушка 4,40 Нормально Ну, при условии, что мне эту штуку надо одеть сразу на грушу Грушу, да? Дальше, что еще мы можем выбрать Судя по инструкции Вот это вот первая штучка Это у нас Это у нас О Предварительная стирка Следующая Дополнительная стирка Скорость стирки Мы можем уменьшить Время Выбор 4,26 Ну, окей Поехали Забыла Насыпать порошок Так Так Здесь у нас Все как обычно Моя радость Что нашла Куда чего Нажимать Здесь все как обычно Да? Три этих Как во всех стандартных машинках Сюда я заливаю Жидкость для стирки Обязательно Поэтому И Среднюю Сливаем Танцент Поехали Поехали Машинка издает Очень Тихие звуки Сейчас Пилик Такой маленький То есть Когда она притормаживает Потом Она издает Такой небольшой Совершенно слабый Пилик Для того чтобы Продолжить Начать Либо продолжить Либо начать Следующую программу В общем По своему шуму Она Абсолютно Не громче Чем LG То есть Я сижу рядом с ней А так Если выйти Закрыть дверь Ее не слышно В вещах ребенка Обнаружилась Оранжевая майка И Я прочитала Инструкции Что можно Дозагрузить Смотрите Раз Два Три И она Моментом Открывается То есть Не то Как было Меня раздражало В LG Для того Чтобы туда Закинуть белье У меня была Без Дозагрузки Я нажимаю Старт И она Продолжает Секунда Я просто Докинула Белье И она Продолжила Это Это Выше Похвалу Потому что В LG Приходилось Ставить На паузу Ждать Минуты Три Четыре Прежде чем Она Сообразит Открыться Нет Здесь Абсолютно Пока Стиральная машинка Стирает Немножко О ее Говорит Производитель Я так понимаю Сейчас Машинка На отжиме Вот Видно Что Немножко Трудовый Подполбашивается Видно Подполбашивается Что Он делает Машинка Помимо основных Ножек Поставлена На Вот Такие Подставки Которые Гасят Вибрацию Есть Такие Коврики Продаются Вот Вот Электролюбс Ножки Я точно Не помню По Заявленным Говоримам Производитель Заявляет Что Машинка 47 см Если Мы Берем Именно По Крышке Вот Машинка Пошла на Ожим Нагля Электролюбс Крылья Моя Продолжение Поблемы Редакct то есть вот когда она отжимает сейчас когда просто отжимаем белье что ж такое в общем-то когда она отжимает белье просто отжимает ее практически не слышно она очень тихо это я так понимаю слив воды во время отжима так вот по поводу говорит если мы берем именно размер машинки то есть по крышке да вот они 47 как и заявляет нам производитель но у нее нет крышки для всяких коммуникаций если посмотреть подробно но все просто плотничком к стене стоит у нее нет пузырька чтобы их спрятать так и по факту эта машинка не 47 как заявляет производитель а 52 с половиной то есть если взять вот эти все проводочки у многих машинок есть козырек да который перекрывает все эти трубы да тогда получается честный размер да в данном случае вот эти 47 это нечестный размер потому что со всеми трубами которые деть некуда они будут примыкать у вас к стене вы получите 52 с половиной размер как-то так ждем когда она достирает только что у нее отключились все программы стирки где-то на 324 пока я включу на КУПРО судя по звуку она все еще сливает воду но при этом вот она показывает 323 и кроме значка сушки у нее не осталось ничего получается 323 сейчас да все это время она будет сушить что же ждем сейчас подождем посмотрим свое время будет сдавать эти звуки и все обладатели лжи говорят что когда машинка сушит я читала очень много в обзорах идет очень неприятный запах я пока его не чувствую не знаю что будет дальше посмотрим но пока никакого неприятного запаха нет но прошло всего 1-2 минуты ждем идет уже час сушки без двух минут машинка продолжает периодически издавать звук слива я так подозреваю что это звук слива возможно еще что то неприятного запаха нет что дверь в ванну постоянно закрыта помещение маленькая запах небольшой запах если кто был когда-то в детстве с бабушками с мамами врачные самообслуживания когда вот ты входишь вот такой запах чистого белья какого-то гладильных вот этих вот аппаратов я не знаю как это назвать да какой-то вот запах есть но сказать что он прям шибко химический вонючий как рассказывают пишут люди про л джи нет его нет осталось два двадцать пять еще два еще два двадцать пять сушки смотрим что будет дальше друг еще завоняет ждем неожиданно для меня пока я готовила машинка закончила стирку и выключилась то есть мы выключилась совсем то есть все погасло машинка открывается могу сказать одно что до этого я стирала как только машинка пропеликала это не в л джи которая меня раздражала тем что она пеликает и после этого вокруг нее нужно ходить еще минут пять прежде чем она откроется нет это как только пропеликала она тут же открывается не надо ждать вообще ни пол минуты нисколько достаем белье ну 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 не горячее оно теплое мешок для груши совершенно сухой то есть я его сейчас пойду одевать еще пятно еще пятно еще пятно еще пятно жирные пятна отстирались детские джинсы детские джинсы вот здесь вот в ремешке они влажные вот здесь сухо вот здесь вот ну прямо вот даже видно вот здесь вот 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 одно здесь белесо такое желтенькое а вот здесь такое ярко-желтенькое вот здесь оно еще влажное и я подозреваю что это потому что они замотались непосредственно в сам мешок все остальное то есть они абсолютно сухие вот здесь вот вот где ремешочек футболка футболка абсолютно сухая я боялась вот за этот вот рисунок что с ним что-нибудь случится во время сушки не абсолютно и хочу заметить что белье абсолютно сухое но не мятое нет изжеванности это я его сушила на средний раз два да на среднем на предпоследний то есть еще более сильная сушка нет это именно такая предпоследняя то есть обычная сушка возможно джинсы как раз стоит сушить на последний на усиленные сушки потому что вот кармашки еще мокрые кармашки да еще тоже они макроватые вот здесь вот поясок и здесь чуть-чуть мокренько но даже видно вот она желтенько такой ярко все да забыла сказать что после стирки и сушки вот здесь сухо ну наверное потому что сушка была да ну тут есть что-то такое влажненькое какое-то там это но это не критично на радости сейчас буду следом стирать белое белье без сушки посмотрим что останется вот вот здесь потому что в той же самой LG меня очень сильно расстраивают то что после стирки приходится вот здесь все протирать барабан здесь в таком случае видно что барабан уходит туда намного вот это стекло уходит туда намного глубже и закрывается туда да в LG он заканчивался примерно вот вот здесь вот и начинался вот так наискосок и вот здесь постоянно скапливалась вода приходилось ее протирать если ее не протирать то то появлялась какая-то фуфука грязная черная в общем то посмотрим сейчас постираю без сушки и посмотрим что вот здесь вот у нас будет так залила жидкое средство залила кондиционер ставлю детские вещи наверное нет хлопок это недостаточно наверное хлопок попробуем вещи грязные сейчас покажу ради интереса посмотрим что из этого получится вот детские джинсы белые сейчас вот смотрите очень грязные прям очень покажу тут на попе вот 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 прям пятно давайте попробуем закидываю ставлю на экспресс отжим 1400 температура 40 поехали старт посмотрим как отстирается так и она сразу открылась смотрим вот тут вот осталось грязненько тут на шее осталось грязненько вот Вот здесь не отстиралось, но, конечно, кисельное загрязнение нужно при 60 стирать. Видимо, не на короткой стирке, в общем, все хорошо, насколько они были брязными. Я почти с носочками, а вот носочки у нас прямо на отделе нечистенькие. Есть, конечно, но не отношусь. Но для ускоренной стирки очень даже неплохо. Так, проверяем. Вода есть, но тут есть специальные дырочки. Она оттуда стекает, то есть по факту тут нет большого количества воды, как это обычно происходит. Подведем итоги про стиральную машинку Медея с сушкой. Если бы сейчас у меня стоял выбор между LG, которую я так любила и так хотела, и Медеей, сейчас, попользовавшись ей, я бы однозначно купила Медею. Потому что есть недочеты. Один из недочетов инструкции не соответствует тому, что написано здесь. Но сказать, что оно вот в плане полоскания отжим, это сушка. Не хватает лично для меня, то, что было в LG, для меня очень важно. И то, что нет здесь. Не хватает стирки пуховых изделий. Да, мне их очень не хватает. Хлипенькая крышечка по сравнению с LG. Во всем остальном машинка больше, функциональней. И нет вот этого, раздражаешься, когда она пропиликала, и ты еще 5-10 минут ходишь вокруг нее, и ты когда-то откроешься, когда-то откроешься. Нет, она берет и открывается. Вот как-то так. Сказать, что она намного лучше, чем LG. Я не знаю, я не пробовала именно модель LG с сушкой. Но для своих денег это, на мой взгляд, отличная модель. При условии, что на нее сейчас компания Мидей предоставляет два года гарантии, в отличие от всех остальных производителей. Будем надеяться, мне не придется ей воспользоваться. Но если вдруг, я обязательно об этом расскажу. Вот. 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 Вот.